Виктор Абрамович Шенгарёв родился в Ишлаградской области Кадюшевского района в селе Центральная Ирмина 16 января 1935 года. Когда началась война, он был ещё совсем ребёнком. Когда началась Великой Отечественной война, я последний день из садика уходил, воспитатели все плакали, потому что садик закрывали. А мать меня взяла и вместе со мной поехала в Белоруссию, в эту же деревню Колодецкую. Добираться до поселения им пришлось сложными путями на поездах, лошадях и пешком. Лишь спустя месяц маленький Витя и его мама всё же дошли до деревни. Пока мы ехали, её отец умер, его похоронили, Фёдор. А этот дом уже заняла другая женщина. Ну, мать её попросила освободить, и мы там стали жить. Жили мы там до 1944 года. Виктор Абрамович вспоминает, что немцев он видел только один раз, но этот раз он запомнил на всю жизнь. На мотоциклах они примчались, два-три дня бесчинствовали в деревне, всякие живности забирали, продукты, одежду и уехали. Ну, когда они были, значит, мать мне говорит, ты давай им кланяйся, кланяйся. Ну, и она сама стала кланяться, но никого не убивали. Немцы забрали всю еду, одежду, перебили весь скот. В свои семь лет маленький Витя вынужден был помогать семье. Ходил в лес за ягодами и грибами, выращивал в огороде кукурузу, подсолнухи и баклажаны. В 1944 году я пошел в школу, первый класс. Писать негде было, там где-то огрызок, карандаша нашел на книжке, которые там были, между строк, значит, все там заполнял. В мае 1944 года Виктор вместе с матерью отправился на Донбасс к своей старшей сестре. Там они прожили до конца войны. В 1947 году Виктор Абрамович переехал в Измаил, Одесской области, где закончил школу, а в 1954 году поступил в Харьковское пограничное училище на оружие и на техническое отделение. После пораспределения отправили в Новосибирск, где мужчина 12 лет прослужил на предприятии атомной энергетики и промышленности. Там же познакомился со своей супругой и в 1969 году они переехали в наш город. Субтитры создавал DimaTorzok